Всем привет, с вами Артур и сегодня у нас в ремонте Volkswagen Jetta, буду ремонтировать перед. Итак, что у нас есть, капот на выброс, замена крыло правая замена, немного передняя дверь, ремонт, также я вижу помяток колесная арка и так разобрал, сейчас лучше видны повреждения, в особенности верхней полочки лонжерона переднего и колесной арочки, вот так она изуродована, ее придется делать. Итак, делаю метки, метки делаю сам, потому что по-другому мерить тут нечего. Делаю метки с обоих сторон симметрично, ну и делаю первые измерения диагонали лонжеронов, расстояние между лонжеронами, ну и другие расстояния, какие можно сейчас померить. также смотрю высоту лонжерона и после этого я буду знать куда тянуть и сколько тянуть. Еще раз повторюсь, чем больше измерений и чем они тяжести, тем будет качественней ремонт, меньше будет разных проблем. Ну вот, заканчиваю измерение и приступаю к лонжерону. Тяну по одному лонжерону, так они легче идут, измеряю, тяну, измеряю, тяну, пока не добьюсь нужного результата, как я определил нужный результат. Померил две диагонали, разницу убрал, как видели измерительный прибор у меня с линейкой, то есть разницу поделил пополам и установил и до этого уровня я тяну. Ну вот, один лонжерон вытянул, сейчас второй лонжерон и тут же как бы уже все на месте. Теперь приступаю за боковину. Боковинку тоже надо сначала вытягивать, ну а затем ровнять. В этом месте приварено немало разных усилений, поэтому я не скромничаю и беру молотки поувесистей, чтобы при ударе был удар. Ну а там где мне не надо, чтоб сильно было помято, я использую деревяшечку. Опять же натягиваю, ровняю и так пока не будет примерного результата. Ну и затем, естественно, ну вот видите, уже кувалда пошла, повесить молоток не помогает. Ну а сейчас верхнюю полку буду вытягивать. Сначала вытяну и потом обрежу. Вот обрезал и вот эти кусочки мне придется выровнять и приварить на место. То есть сделал, мы приваривать буду позже. Сначала отравняем вот это место. Опять же зажим и натягиваю. Натягиваю и в натянутом виде я ровняю. Сначала перпендикулярную сторону боковины. Затем горизонтальную. Затем горизонтальную. Спросите, есть ли разница в поочередности, но я считаю, что есть. Не знаю почему. Скорее всего, что вертикальная плоскость чуть-чуть жестче. И если она не будет вытянута, то и горизонтальная будет хреновенько вытягиваться. Ну вот, вытянул и молоточком отравнял. То есть я ровняю. Ну а когда отравнял, примеряю срезанные куски и свариваю. Естественно, там где есть срез, я подложил подложку из металла. Это и жестче, и варить проще. Как видите, свариваю я немного в натянутом расстоянии. Ну вот, это место готово. Теперь я примеряю балку бампера вместе с радиаторами, потому что по-другому потом их не поставишь. А делать два раза одну и ту же работу, мне как-то неохота. Но при установке делаю замеры, в основном по высоте, потому что регулировка здесь довольно-таки. Нормальная в пределах 5 миллиметров с каждой стороны. Ну и чтобы было все пучком, замеряю и диагонали, и высоту этих лонжеронов. Ну а затем прикидываю капот, крыло фары, бампера не примерю, потому что его нету. И начинаю ремонт передней двери. Мягкий ударчик. По кантику проступлю через деревяшку, и практически вся эта яма выходит. Останутся, конечно, небольшие ямочки, но я споттером туда не полезу. Мое мнение такое, что меньше сварки, меньше потом проблем. Ну вот какие-то, там есть небольшая ямочка, ее просто зашпаклюю, и будет все окей. Ну вот с дверью покончено, и я приступаю к шпаклеванию, грунтованию, и затем к покраске. Итак, машина покрашена, потом еще ее полирну, ну а сейчас приступаю к сборке. Ставлю фары, бампер, подкрыльники, решетки, ну а в общем все, что снял с морды и того, чего не было. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Итак, сборка идет к концу, осталось поставить решетки и подкрыльники, что я и сделал. Ну и вот, конечный результат. Машина собрана, готова. Клиент остался доволен. Ну что, вспомним. Вот такая машина была до ремонта, и такая после ремонта. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мои видео, ставьте лайки. С вами был Артур, пока.